Наше обучение по фальцевой кровле разделено на три ступени, чтобы обеспечить наиболее эффективное освоение профессии, независимо от вашего уровня подготовки. Первая ступень – фальстарт. Это 20-дневное онлайн-обучение, которое поможет вам освоить основы фальцевой кровли. Стоимость курса составляет 15 тысяч рублей, если вы предпочитаете учиться без домашних заданий, и 23 тысяч рублей с проверкой домашних заданий. Вы получите теоретическую базу, необходимую для дальнейшего обучения и практики. Вторая ступень – интенсивное обучение на базе колледжа водных ресурсов. Здесь в течение 15 дней учтится в учебной мастерской, оборудованной всем необходимым инструментом и станками. Занятия проходят с 9 до 18 дней. В конце курса вам предстоит сдать экзамен на разряд, подтверждающий ваши навыки. Стоимость этого этапа составляет 60-100 тысяч рублей. Группы формируются по мере набора и включают от 5 до 8 человек. Третья ступень – фальцмастер плюс. Это 60-дневная программа, нацеленная на закрепление навыков и повторение пройденного материала. Включены домашние задания с проверкой. Стоимость – 40 тысяч рублей. Этот этап поможет вам глубже погрузиться в профессию и усовершенствовать свои умения. Все обучение построено на современной методике, которая сочетает онлайн и офлайн форматы, что позволяет достичь гораздо более высоких результатов по сравнению с традиционными методами. Пробуйте, тренируйтесь и у вас обязательно все получится. Фальцевая кровля. Обучение кровельщиков. После нашей публикации смешанное онлайн и офлайн обучение кровельщиков по устройству фальцевой кровли вызвали очень бурную дискуссию и очень появилось много вопросов. Мы отобрали самые интересные. И сейчас попытаемся на них все ответить. Смешанное обучение онлайн и офлайн – это то, что я искал. Получается, я посчитал все обучение – 123 тысяч рублей. Но для меня это очень дорого. Какие еще варианты вы можете предложить? Ну, я могу предложить, конечно, то, что обучение, например, онлайн, я могу, что вам посоветовать. Вот вы молодые люди, вас там, например, друзья, 2-3-4 там человека, ну и покупайте этот курс. Вот он, первый курс, если без домашек, он стоит в районе 15 тысяч. Вот его, если вы втроем-четвером купите, 15 на 3 – это уже по 5 тысяч. А, например, если вы хотите третья ступень, фальцмастер плюс, там 40 тысяч обучения с проверкой домашних заданий, тоже можете сложиться, там, 3-4 человека, и тоже вам дешевле это будет. В принципе, вот так и нужно делать, даже если это будет раскрыто, то, наоборот, приветствоваться будет. То есть вы же не можете, как молодые люди, вы же должны где-то деньги взять или заработать, или у родителей. Поэтому вот такой вариант. Ну, а обучение в колледже, там, конечно, сложнее, там 60 тысяч. Ну, если вы придете, там тоже 5 человек, там минимум 5 человек нужно, то там, ну, сделают вам, может, какую-то скидку не 60 тысяч, а поменьше, там, процентов на 10. Но это уже надо договариваться с колледжем водных ресурсов, там, с бухгалтерией, с директором. Вот так вот можно снизить стоимость обучения. Спасибо за вопрос. Давно искал интерактивное обучение. А в чем разница вашего смешанного обучения и обычного? Я могу поучиться в колледже водных ресурсов 15 дней, а потом смотреть видео в интернете? Ну, это такой вопрос его 90% задает. Да, действительно, можно смотреть видео учебные в интернете, их навалом. Можно там 3-4 канала, которые на... Правда, они все на немецком языке, на английском, на польском, на русском нет приличных таких учебных видео. Вот единственный канал, который бы я посоветовал для русскоязычных, это канал фальсмастера Александра Цезариуса. Там вот у него есть приличные такие учебные видео. Но это мало для обучения систематического такого. Мы же стремимся к чему? К систематическому обучению. А тем более новичку нахвататься там чего-то по верхам. Ну, это путь самоучки. А если вы хотите стать серьезным мастером, то тут такая проблема. Я же вот давно обучаюсь, занимаюсь обучением кроличков. Я заметил, если, например, самоучка-кроличка, его уже не переучить, вот в чем проблема. Он вот выучил, например, как у него уже руки, голова, это все сами на автомате делают неправильно. И ты хоть что с ним делай, его не переучить. Поэтому здесь, как вот в английском, постановка произношения. То есть, так и тут. Тут надо сразу новичку показать, как правильно. Ну, можно, конечно, ну, самый вариант, ну, и не самый плохой, это пойти в колледжи, там, 15 дней поучиться. Это уже какая-то будет база. Но все равно 15 дней – это же очень мало. В Германии обучение кроличков 3 года. Поэтому здесь чудес же не бывает. Вопрос хороший. Ну, путь самоучки – тоже путь, ваш выбор. Но я-то предлагаю вам систематическое, самое такое современное и короткое обучение по цене и качеству. Вот 123 тысячи, как вот молодой человек раньше посчитал. Это самое оптимальное. Ну, а так, если разобраться для кролищика, если он действительно из 10 человек, кстати говоря, кролищика может быть только один. Это не зависит от желания даже человека. Это от умения, от его навыка, который он потом сможет нарабатывать годами. От того, какое детство его было, работал ли он руками или только головой. Обычно интеллигентный такой, ну, не в обиду будет сказано, они его сколько ни учи, он все равно его не обучить. А если, например, ну, вот человек в деревне живет, он все с малолетства, он делает руками, он и гвозди забивает, он что-то мастерит. Вот из этих людей, как правило, получаются очень толковые, и они быстро обучаемые. Вот. Ну, есть, конечно, вариант, когда вы... Я ж не знаю ваших талантов. Поэтому, как вариант, пожалуйста, можете... Не самый плохой вариант. Колледж животных ресурсов 15 дней. Ну, а потом смотрите видео. По крайней мере, онлайн-обучение, оно чем хорошо? Оно, во-первых, в любом месте можно обучаться. Вы имеете связь с мастером, который вам укажет на ошибки. А одеваться некуда, все равно мир движется к этому. Вот COVID, он же показал, все равно онлайн-обучение, как его не пихают, не тискают, оно все равно, обучение это остается, и альтернативы нет. Вот. Поэтому, совмещая онлайн и оффлайн, мы как раз и добиваемся того плюса, который дает вот эта вот программа. Спасибо за вопрос. Следующий. Мой сын-школьник хочет стать фальцмастером. Он все время смотрит видео по фальцевой кровле. Он может пойти учиться в колледже водных ресурсов и не платить 60 тысяч рублей? Хороший вопрос. Да, действительно, колледж водных ресурсов обучает школьников после 9 и 11 классов бесплатно на, как вы спрашиваете, на фальцмастера. Хороший коллектив, учебное заведение, тоже оборудованная там кровельная учебная мастерская, очень квалифицированные профессиональные мастера производственного обучения, станки, кровельный инструмент. Все это есть. Да, действительно, можно, даже нужно. Дефицит кровельщиков, ну, например, в Санкт-Петербурге 40 тысяч. Ну, я не буду говорить, откуда дефицит взялся, но дефицитная очень специальность, очень востребованная. Ну, еще такой факт, если вот сейчас небольшие такие кровельные фирмы, даже бригады есть профессиональные, у них начинается стоимость квадратного метра от двух с половиной тысяч рублей. То есть, если, например, бригада, обычная бригада, там, 3-4 человека, вот они берут кровельку, например, 300 метров квадратных получается, что у них 300 квадратных метров кровли, даже по минимуму взять по 2,5 тысячи, по 3 тысячи рублей, вот это где-то 900 тысяч такая кровля стоит. Это работа профессионалов. Непрофессионалы, конечно, могут взять эту кровлю сделать за 600 рублей, за 1000 рублей, но потом все равно придется ее переделать профессионалам. Ну, это другой вопрос, ответ на вопрос короткий такой. Да, это нужно и действительно бесплатно. Обучение полтора года, если после 9 классов, полтора года. Ну, это надо звонить в колледж животных ресурсов, там есть у них сайт, коллеги.вр.ру, заходите на него. Телефоны, я постоянно, когда даю рекламу на обучение кровельщиков, там постоянно Олег Муразович, его телефон. Можете его тоже, ему позвонить и спросить. Он вам ответит на любой вопрос. Желаю успеха. Я плотник. Хочу стать фальцмастером. Вижу, как трудно найти грамотного кровельщика. Мне нужно проходить весь курс или можно только в колледже водных ресурсов 15 дней? Очень хороший вопрос. Давно хотел на него записать видео. Плотники на самом деле это самая близкая специальность для кровельщика, фальцмастера. Поэтому обучение плотников вообще это, ну, фактически это уже 50% плотник, уже на 50% фальцмастер. Потому что фальцевая кровля, её вид, качество зависит не на 100%, но, наверное, минимум на 80% от основания кровли, как это называется. То есть от обрешётки. Какая обрешётка будет? Сейчас же проблема в чём? Обрешётка. Обрешётка – это доска, которую сейчас выпускают, она полный брак. Берём, например, дюймовку, так, или тридцатку. И она получается, разница, толщина вот эта, она гуляет 10-15 мм. Но это ни в какие ворота не входит. У нас допуска 1 мм для качественного устройства кровли фальцевой. 1 мм у нас допуска. А здесь 10-15 мм. Естественно, когда мы положим на такую обрешётку, да хоть медную кровлю мы положим, она вся сикость-накость будет, вся перекошенная. И как она будет смотреться? Конечно, там и волна будет, и прочее, прочее всё. И влажность вторая проблема. Продают-то 80% влажности, а нам нужно идеально вообще 12%. 12%! Это надо сушить в камерах доску. И доска сразу получается в 5-6-10 раз дороже, чем обычная вот эта, которая на открытом воздухе хранится. Вот это большая проблема. Поэтому, если грамотный плотник, который это всё понимает, он будет обучаться ещё на фальсмастера. То есть, это вторая ступень обучения. Да, не нужно никакого онлайн-обучения. Прямо сразу код животных ресурсов. Тем более, если у вас там придёт 5 человек от производства, там или вы бригады, не знаю, какая у вас форма. И начнёте сразу обучение, договоритесь с Олегом Муразовичем. Сначала позвоните ему, телефон всё время на экране. И всё, и договаривайтесь, и обучайтесь, и получите дефицитную специальность, и будете как палочка-выручалочка всё время в вашей ферме закрывать вот эти все дыры, эту амбразуру. Дефицит кроличков в сезон... Ну, нет их, короче. Дефицит страшный. Поэтому советую. Очень хорошее решение. Двумя руками за удачей вам и успехов. Спасибо за вопрос. Следующее. Да, конечно, это будет самое лучшее для таких вот городов-миллионников, где просто громадный дефицит кроличков, брестянщиков, как их раньше называли. И если это всё будет в школах ещё, в общеобразователях, конечно, обращайтесь. Поможем с учебным материалом, советами. Ну, и колледж водных ресурсов тоже будет рад, если, например, целые классы будут приходить, ребята, прямо с этих ваших обучений на уроках труда, прямо в колледж водных ресурсов. Всем будет хорошо, и будет решён дефицит с кадрами кровельными. Спасибо за вопрос. Следующий. Мой муж хочет сам перекрыть крышу на односкатной пристройке. Нам нравится фальцевая кровля. Посоветуйте формат обучения. Да, действительно, обучение, которое я вам бы посоветовал, обучаться, тем более у вас же несложная кровля, односкатная, это пристройка, ну, сколько она там метров, ну, 50, ну, 150 самое много. Пусть он возьмёт себе в напарники кого-то ещё и пройдёт обучение. Ему, конечно, онлайн обучения не нужно. Пускай он в колледже водных ресурсов пройдёт обучение 15 дней. За 60 тысяч он сэкономит сразу себе на том, что он сам сделает. И не надо не искать кровельщиков, и тем более сейчас 90% самоучек неизвестно, как они вам сделают. Поэтому эти деньги отобьются. 60 тысяч советую пройти обучение в код животных ресурсов. Спасибо за вопрос. Следующий. Планирую создать кровельную фирму. У меня есть бригада плотников. Могу ли я их всех, 5 человек, отправить к вам на обучение в колледж водных ресурсов? Да, двумя руками за. Отличное решение. Тем более плотники – это вообще родственники кровельные. Присылайте 5 человек. Это очень хорошее, будет быстрое решение вопроса, потому что, как я уже говорил, минимальное количество – это 5 человек обучения в группе. И договаривайтесь, звоните Олегу Муразовичу предварительно. Сейчас, тем более, начинаются уже занятия в школе и в колледжах. Поэтому, да, созвоните, созванивайте. Самое отличное решение – обучите своих плотников кровельщикам и решите эту проблему дефицита кровельщиков. Спасибо за вопрос. Следующий. Я директор фирмы. Есть три молодых кровельщика. Нужно удостоверение. Мои кровельщики могут сразу сдать экзамен или им нужно обязательно пройти обучение 15 дней в колледже водных ресурсов. Очень хороший вопрос. Действительно, палочка-выручалочка колледж водных ресурсов. Удостоверение. Конечно, нужно сдать экзамен. Ну и обучение, потому что неизвестна подготовка ваших кровельщиков. А что они умеют? И умеют ли вообще? И не помешает 15 дней практических занятий интенсивных с 9 утра до 18 часов. Есть столовая в колледже водных ресурсов. Так что все условия. Учебная мастерская кровельная, станки, листогебы, кровельный инструмент, мастера производственного обучения. Вот Олег Муразович. Звоните ему, договаривайтесь. Спасибо.